Аэропорт Платов новейший и один из крупнейших на юге России. Он построен к чемпионату мира по футболу в 2018 году и назван в честь казачьего атамана Мадвея Платова. Это единственный аэропорт, на который базируется авиакомпания, полностью состоящая из российских самолетов Суперджет-100, которые с успехом используются как на внутренних рейсах, так и на международных. Если крупнейший сочинский аэропорт в основном делает перевозки внутри России, то из аэропорта Платов есть прямые маршруты в 19 стран, в том числе Италию, Кипру, Турцию. А в 2021 году Азимов единственная компания, которая запустила чартеры на Болгарии и Сербии. Пропускная способность аэропорта 1800 пассажиров в час. То есть каждый из четырех транспортеров для багажа должен принимать пять самолетов в час. То есть самолет за 12 минут, что, конечно же, нереально. Здесь мы видим, что написано, что казачество – это искра, высеченная из груди русского народа ударами бед. Вообще аэропорт построен по уникальному проекту немецких архитекторов. Вот такая просторная зона прилета. Здесь мы видим банк, газпромбанк и банкомат. Можно деньги разменять. Здесь можно покушать. Сейчас сентябрь, народу не так много. А вот прямо напротив выхода мы видим автобусную остановку. Откуда мы можем отправиться на автобусе на Ростов-на-Дону, стоимость билета 100 рублей, или проехать эти 44 километра на такси за 47 минут. Если же вам не хочется ехать в Ростов, то на автобусе номер 800 вы можете доехать до столицы казачества Новочеркасска, который находится в 24 километрах. Цена проезда 50 рублей, и можете остановиться переночевать в гостинице Новочеркасск. Цена номера от 1300 рублей. Нужно только учитывать, что автобус 800 ходит 5 раз в сутки. Но всегда можно воспользоваться такси, которое стоит до рапорта от Новочеркасска 600 рублей. Для того, чтобы подняться в зону отлета, нужно на этом эскалаторе ехать. Где-то третий-четвертый этаж. Это предполагается, что вы будете грузиться на самолеты через вот эти рукава с верхнего этажа. Всего можно поставить здесь 8 самолетов. Но тут и лифт тоже есть для подъема наверх. И вот мы уже находимся под самой крышей аэропорта. И движемся в сторону досмотра предрейсового. После прохождения досмотра нас встречают скачущие казаки. Попали в зону отлета. Здесь бесчисленные всякие киоскопья. Помещение большое, а посидеть практически и негде. Половина кресел завешаны баннерами. Портреты Кутузова и Матвея Платова. Подачила Атамана. Готовые посадки самолеты. Нас почему-то повезли на посадку на автобусе. И мы оказались в заполненном полностью суперджете 100, который последовал рейсом на Самару. И через полтора часа успешно приземлился в солнечную Самару. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...